И Кур'ан объясняет нам с вами, уважаемые братья, то есть как правильно нужно нам с вами исправить ошибки в понимании вопроса Дунья и Ахирата. Мы должны в глубине сердца понимать с вами то, что Дунья — это не цель. Эта жизнь в этой жизни — это не основная цель. А это именно, так скажем, путь, наша Дунья — это Василия, какая-то причина, чтобы достичь основной цели. И обязательно нужно выстраивать эту жизнь, строить, работать, что-то делать. В этой жизни почему? Мы поклоняемся Аллаху. В этой жизни мы ходим в мечеть, в этой жизни мы постимся, ездим на хач, поэтому нужно строить эту жизнь также. В этой жизни мы обучаемся, берем знания. То есть чтобы знания получать, нужно нам оплатить за эти знания, оплачивать обучение, поехать на хач, нужно купить путевку, чтобы накормить нуждающихся, нужно заработать и так далее. Всевышний Аллах сказал, Субхану Ва Та'ля говорит, мы помогаем, мы помогали нашим посланникам и тем, кто уверовали в этой жизни. То есть Аллах, Субхану Ва Та'ля, помогает в этой Дунья посланникам и верующим людям. И также Аллах, Субхану Ва Та'ля, помогает в день, когда станут свидетелем. То есть Явм Аль-Ба'ф, Явм Аль-Кияма. Также Субхану Ва Та'ля в Коране сказал, В 105-м аяте Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал, мы приказали, прописали в Забуре, в Салтыре, которая была ниспослана, Дауду, алейсалям, после поминания, то, что землю наследуют мою благочестивые рабы. То есть будут брать баракат из этой земли благочестивые рабы. Также Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит, мы ваши покровители в этой жизни и вечности. Также Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит, им дал Аллах, Субхану Ва Та'ля, блага этой жизни и лучшие блага вечности. То есть Аллах, Субхану Ва Та'ля, здесь указывает то, что и в этой жизни, и в вечности. Также, Субхану Ва Та'ля, говорит в сурате «Айраф» в 32-м аяте. «Куль ман харрама зинат Аллахи, лати ахраджа ли айбади». Субхану Ва Та'ля, задает здесь вопрос. Скажи, кто может запретить «Куль ман харрама». То есть, Аллах Субхану Ва Та'ля, кто запретил, кто сделал харрамом украшение этой жизни? «Куль ман харрама зинат Аллахи, лати ахраджа ли айбади». Которую Аллах Субхану Ва Та'ля вывел для своих рабов. И ученые здесь говорят, Субхану Ва Та'ля, удивительный момент. «Вадзикру зина фи хадзинал маджаллаху далалал альхасса, и даззина джамалю шейзайта аля дзарура». То есть, Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, кто может запретить красоту, украшение этой жизни? И ученые говорят, что украшение, имеется в виду, значит, это не основное, то, что человек должен, а это что-то выше, то, что человек может получить, что-то больше. И Аллах Субхану говорит, если правильно что-то человек заработал из красоты, кто может запретить, если я не запретил, говорит Субхану Ва Та'ля. Теперь вернемся в другие аяты, которые бывают, когда человек читает, он понимает, аяты, где Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, эта жизнь ничтожная, она проклятая и так далее. Что касательно, где Аллах Субхану Ва Та'ля говорит так, объясняет нам то, что Дуня это временно, то, что она проклятая и так далее. Аллах Субхану Ва Та'ля не спасал это для того, чтобы проучить тех людей, которые раскидываются деньгами направо и налево, тех людей, которые не поклоняются Аллаху, а полностью ослепились этой жизнью. Аллах Субхану Ва Та'ля, дабы их вернуть, дабы им объяснить то, что нет основной цели, а цель Ахират, для этого не спасал эти аяты. Как Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, Это жизнь, игра, забава. То есть это тем людям, которые забавятся этой жизнью. Полностью погрязли в Исраф, в Харам. Забыли Аллаха и только ослепились этой Дуне. Аллах говорит, это жизнь, игра, забава, временная. Также Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, Мухаммад, объясни этим людям, которые забыли Аллаха и утонули в этой Дуне, полностью ослепились в этой Дуне. Эта Дуне подобна воде, которую мы не спасли с небес. Эта вода проникла в почву земли. После этого выросло растение, а потом, через какое-то время, превращается во что-то ничтожное. Когда уже все завяли, цветочки, замрызки пришли, оно уничтожило. Вот такая Дуне тоже. И вот эти аяты Аллах мне послал для того, чтобы мы с вами, любимые братья, не связывали сердце с Дуне. Знали, что она проходящая, что она уходящая. То это временно. Все мы уйдем, все мы умрем. И чтобы мы сердце не привязывали к этой Дуне. Как говорят ученые, самые такие слова. То есть у тебя должно быть хороший риск в твоих руках. Но не должно быть у тебя в сердце. А в сердце у тебя должно быть Аллах, Ахират. Но ты должен, альхамдуллах, зарабатывать, чтобы ты мог больше сделать благого в этой жизни. Потому что Дуне в итоге, почему в сердце не должно быть? Она короткая жизнь. Субханаллах. Короткая, Субханаллах. Быстро время прилетает. Быстро человек стареет. Субханаллах, даже тот, у кого близкие умерли, рахмаллах. Папа, как будто вчера ушел из этой жизни. Уже шесть лет прошло. Быстро пролетает Дуне. Поэтому не должна быть нашей ценой. Аллах, Субханаллах, описывает неверующих и говорит. Неверующие, они довольствуются только этой жизнью и успокоили все. Не стараются ради Ахирата. Нету сомнения, что сподвижники пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, они являются для нас примером. Примером в понимании ислама. То есть ты не можешь понять ислам по-своему, как ты хочешь. Как один говорит, я намаз не считаю, достаточно мне просто зикр проносить, я вот так понимаю. Другой говорит, нет, ты неправильно понимаешь, вот так надо понимать. Мы должны понимать религию так, как понимали правильные предшественники, как посланник Аллаха, как сподвижники, как пророки. Аллах, Субхану и Аля, описывая пророков, сказал, это те люди, которых Аллах уже поставил на прямой путь. И иди по их пути, бери от них. И мы должны брать с вами дела, изучать сиру, изучать хаять у сахаба, жизнь сподвижников, и то, что они говорили, и то, что они делали, и также воплощать в нашу с вами жизнь. Если мы с вами изучим жизнь сподвижников, то мы увидим, что у них такая же, как и с нами, у нас была жизнь обычная. То есть они также работали, также они кушали, также они и воевали, также поклонялись Аллаху, Субхану и Аля. То есть они не ангелы, которые только сидели и поклонялись. Они обычная жизнь человека. То есть они брали также причины. Часто говорят люди, брат, нужно создать причины. Даже слово «создать причины» — оно неправильно. Почему? Аллах — создатель всего. Даже причины Аллах сотворил. Причина уже создана, возьми ее только. Возьми причину. Аллах создал причину. Есть причина, возьми. Ты не создаешь причины. Аллах создает причины. Аллах — халикуль асбаб. Раббуль асбаб. Возьми эту причину. И они брали причины в прибыли во время торговли. Как правильно заработать. У зираа. Знаете, то, что много пророков, много захабов, они занимались земледелием. Как правильно сажать? Когда собирать урожай? Ау аммалу ядавы. Или то, что руками изобретали. Какие-то изделия делали. У айхуссуна джазаимин ау кадхим ляль аль. И так же они жертвовали своим временем, помимо того, что зарабатывали, жертвовали своим временем для того, чтобы брать знания. Я говорю, помимо Салаха, здесь 2011 года в Москве, в этой мечети. Есть некоторые братья, которые хотели, только мы начали изучать Кур'ан. Начинали алиф ба-та-та-та-джим, потом оставляют. Проходит полгода алиф ба-та-та-джим, он еще не тронулся. Уже сколько времени прошло? 12-13 лет, до сих пор Кур'ан не считает. Дела, работы и так далее. Есть такие же люди, у которых более заняты. Они также могли найти время для того, чтобы изучать Кур'ан. Аль-хамду-ля, уже пол-Кур'ана, кто-то почти весь Кур'ан выучил. Поэтому и так же и у сахабы. У них тоже была работа, они постоянно работали, занимались торговлей, пасли овец, землезельем занимались. Но однако находили время для того, чтобы брать знания. И посмотрите, эти люди помогли религии Аллаха, и были причины открытия стран, открытия других Индолусия, других стран и так далее, Фарис, Персия и так далее. Ислам нас с вами призывает для того, чтобы мы что-то делали, работали, не стояли на одном месте. То есть некоторые говорят, что человек, если работает-работает, он все влюбился в Дунья. Человек иногда бывает определяет, например, у человека хорошая машина, дорогая машина, но не знает этот другой человек, сколько этот человек тратит на пути Аллаха, сколько мечести строит, сколько помогает бедным и так далее. И другой человек говорит, а Дунья от тебя зашла в сердце. Как будто он Аллах и видит, что в его сердце. И в этом, Субханаллах, Суфьян бен Уйяйна сказал, не является из любви к Дунья, то, что из тех слов, когда говорят, Дунья у него в сердце, если он старается и зарабатывает то, что ему приносит пользу из-за этой мадды, из-за этого имущества. Это не является любовью. Любовь, когда к Дунья, даже бывает факир, бедный, привязанный к этой Дунья, забывает Аллаха, не читает намаз, только вот думает, Аллах и не разбогатеть не может, и весь полностью смотрит, там картинки, о, там яхты, о, как это, вот эта вот любовь к Дунья. Имам Ахмад, знаете, что сказал? Удивительные слова. Самые любимые дирхамы, самые любимые деньги, которые я зарабатываю посредством торговли. И самые нелюбимые для меня деньги, которые ко мне приходят, это то, что мне дают мои братья. Бывает там братья, а, видишь, положение тяжелое, возьми, брат. Это самые нелюбимые для меня деньги. А самые любимые то, что я зарабатываю посредством торговли, сказал имам Ахмад. И Саид бин Мусейб сказал, нет блага в том человеке, который не требует, не зарабатывает имущество, не зарабатывает. Это имущество, этим имуществом он может закрыть свои долги. Защитить свою честь. И если он умрет, то это имущество останется наследством для тех, кто будет после него. Они возьмут из этого фаида какую-то пользу. А тот, кто не старается, не зарабатывает, в нем нету блага, сказал великий ученый Саид Мусейб. Если взять Дауда, алей салям, пророком, в Куране о нем Аллах, субханаху, нам говорит. И знаете, любимые братья, когда Аллах, субханаху, нам рассказывает истории пророков, это не просто должно быть, как почитать и все, как бывает там что-то, рассказ, который почитал. Нет, для чего Аллах приводит нам такие истории? Чтобы мы Берите их путь, следуйте их пути, делайте то, что делали пророки, они правильно поняли то, что Аллах, субханаху, а та'аля, приказал им. Дауда, алей салям, Аллах описывает в Куране, говорит. Его мы научили делать кольчуги для вас. Несмотря что Дауда, алей салям, был царем, правителем, мог бы не работать, но однако он работал и зарабатывал. То есть он мог делать кольчуги для вас же, сказал Всевышний Аллах, субханаху, в сурате Аль-Анбия, в 80-м аяте. Также, Закария, алей салям, работал, кем он был? Плотником. Закария, алей салям, был пророком и был плотником. А то, что на сегодняшний день, знаете, вот многие не хотят работать, сидят там как-то через интернет, хотят деньги заработать, какие-то мыслими, там, вот, субханаху, субханаху.